Привет, я Женя, и если вы провели праздник всех влюбленных в одиночестве, не расстраивайтесь. Американский производитель компьютеров Corsair сделал по такому поводу ролик и показал, как проводят День Святого Валентина заядлые геймеры. Что ж, получилось довольно жизненно. Тем более компания представила новый игровой компьютер, который вполне может стать любовью всей жизни настоящего техномана. И это не все новости на сегодня, так что оставайтесь со мной и узнаете. Зачем японцам дроны-пчелы? Что общего между 3D-принтером и строительством? Какую виртуальную игру представили бывшие работники Ubisoft? И кто получил 27 миллионов долларов на создание голограмм? Компания 8i, которая занимается 3D-моделированием, празднует удачную сделку. Медиа-корпорация Time Warner инвестировала почти 30 миллионов долларов, чтобы разработчики трудились на славу дополненной реальности. Так, скоро появится приложение Holo. Смотрите, что это такое. 8i – это стартап, который делает голограммы и разные 3D-модели. Теперь всю эту красоту можно будет загружать на очки Microsoft HoloLens или даже на обычный смартфон, который поддерживает дополненную реальность. 8i не стали кутить и 27 миллионов долларов пустили на создание приложения Holo. При помощи него можно будет окружить себя прикольными голограммами, делать красивые фотки и даже тренироваться под руководством виртуального тренера. Выйдет Holo уже в этом году. Также технологии дополненной реальности позволили сделать старую игру Portal новой для Microsoft HoloLens. Суть игры не поменялась, но зато теперь она выглядит просто потрясающе. Игра Portal вышла еще в 2007 году и представляет собой головоломку, основанную на законах физики. Игроку нужно разгадывать загадки, перемещая предметы через портал. Канадец Кенни Ванг перенес компьютерную игру на очки Microsoft HoloLens. Теперь пользователи смогут открывать порталы не на мониторе, а прямо в собственном доме. Если проект окажется успешным, виртуальная версия игры выйдет не только для HoloLens, но и для смартфонов, поддерживающих дополненную реальность. Если любите головоломки, вот вам еще одна новость в тему. Бывшие сотрудники студии Ubisoft создали свою компанию и вели миру игру-загадку в африканском стиле. Называется она Ранги. Стиль у игры получился восточный и африканский. Скорее всего, потому что офис бывших юбисофтеров, а ныне сотрудников компании FunSoft, расположен в Марокко. Вот и игра Ранги предлагает пользователю отправиться в экзотический мир полной тайны приключений. В игре придется разгадывать ребусы, проходить лабиринты и искать ключи от замков. Игра пока выйдет для виртуальных очков Gear VR и будет стоить порядка 8 долларов. Впрочем, некоторые уже оценили трейлер и считают, что для выходцев Ubisoft это как-то слабовато. Тем временем разработчики виртуальной реальности все думают и думают, как эту виртуальную реальность потрогать. Так что встречайте очередные перчатки. На этот раз от японцев. Японская компания XI решила создать виртуальную перчатку для взаимодействия с предметами во время игры. В итоге они создали экзосхаптик экзоскелетон. Это контроллер, который надевается на руку и имеет датчики с обратной связью. Нечто подобное мы уже видели. Это были Manus VR, Wolverine и Dexmo VR. Но по словам японских разработчиков, их новая перчатка имеет больше добавочного сопротивления. А также она легче и удобнее сидит на руке. Цена и официальная дата релиза пока неизвестна. Но согласитесь, все эти гаджеты выглядят немного странно и что-то очень напоминают. Зато японцам удалось помимо перчаток создать и поистине уникальный продукт. А именно дрон-пчелу, которая будет опылять растения. Оказывается, в стране восходящего солнца с настоящими пчелами сейчас сильный напряг. Бедолаги умирают и не хотят опылять растения. Кстати, пчелиная эпидемия затронула не только Японию, но и весь мир. Поэтому экологи и решили создать искусственных пчел-дронов. Пятисантиметровые дроны управляются дистанционно и способны опылять даже больше растений, чем обычная пчела. Одна проблема – залезть внутрь цветка беспилотники пока не могут. Поэтому японским ученым еще есть над чем работать. А в США тем временем разработали одноразовый беспилотник. Цветы он не опыляет, зато может доставлять грузы и другие полезные штуки. Известно, что большинство дронов и беспилотников сделаны из пластика, который не разлагается. Иногда в руках неумелых пользователей дроны улетают, ломаются и остаются висеть где-нибудь на дереве или в проводах. Поэтому американская компания Adelab разработала одноразовый беспилотник. Только его цель – не снимать окружающее пространство на видео, а заставлять грузы. Например, в зоны бедствия, во время боевых действий, либо же в коммерческих целях. Летательный аппарат сделан из картона, может летать на расстоянии до 150 километров и перевозить грузы весом не более 1 килограмма. Доставив посылку, он полностью разлагается в течение нескольких дней. Сколько стоит такой эко-дрон, пока неизвестно. Ну и, как обещала, расскажу вам, что общего между 3D-принтером и строительством. А вот что. В Испании появился первый в мире мост, распечатанный на 3D-принтере. Это, конечно, не огромное сооружение через главную дорогу, а скорее маленький мостик в парке, но для 3D-технологий тоже неплохо. Создала мост команда архитекторов Института передовой архитектуры Каталонии. Сооружение 12 метров в длину и где-то 2 метра в ширину. Мост полностью напечатан на 3D-принтере и состоит из 8 секций. На данный момент он установлен в парке в пешеходной зоне и уже зарекомендовал себя как довольно прочный. Во всяком случае, пока он не сломался и никто никуда не свалился. А в России инженеры пошли еще дальше и напечатали не какой-то там мостик, а целый дом. Первое такое строение появилось в Подмосковье в ступени. Огромный 3D-принтер напечатал малогабаритный дом. Он заправлен специальной строительной смесью и печатает строение по заранее загруженному проекту. Полностью дом застывает где-то 30 суток. В итоге получается довольно прочная конструкция без швов и стыков. Создатели уверены, строительные принтеры скоро будут использоваться повсеместно, так как существенно экономят время и ресурсы. Так на данной площадке работали всего 2 человека. Кстати, технологию уже активно используют в Китае. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем хорошего настроения и больше интересностей в жизни. Пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше выпусков от 3DWR. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok